Тему заговора смакуют уже давно. Должен признаться, 90% того, о чем говорится, имеет место быть. Тем более, хорошая информация представлена такими источниками, как Anson Mothers, космополитизм, против системы и еще несколькими свободными энтузиастами, которые ищут правду. Но в последнее время я все чаще натыкаюсь на комментарии и посты, уверяющих в том, что криптовалюта – это абсолютное зло, исчадие ада, сатана, Люцифер воплоти, и все сделано для того, чтобы поработить нас, миролюбивых, идеальных людей. Итак, криптовалюта и биткоин. Заговор ли это против человечества или все же спасительный круг? Давайте разбираться. Самая важная идея заключается в том, как именно мы смотрим на криптовалюту. Так как большинство непонимания начинается именно здесь, а эта фундаментальная вещь заключается в том, что криптовалюты мы рассматриваем либо как инвестицию, либо как средство накопления, либо как платежа, сбережения или как технологию. Огромная ошибка говорить о криптовалюте только в первом контексте и отбрасывать другие, либо их не замечать, и как бы принимать во внимание только монетизированную технологию. Биткоин, как и большинство достойных криптовалют, это в первую очередь технология, и только потом средства заработка, никак не наоборот. Очень часто люди начинают писать и говорить о крипте с формата заработка, не касаясь самой технологии, тем самым смешивая это все в кучу, создавая непонимание и вводя в заблуждение тех, кто еще не начал разбираться в этом вопросе. Давайте отделять мух от котлет и подойдем к вопросу с позиции человека, который хочет понять, где правда, а не волна очередного заговора против человечества. Прежде чем мы затронем технологию, стоит сказать, то, ради чего вообще все это делалось. Я имею в виду создание самого биткоина. Как ни странно, это делалось именно для того, чтобы люди сами могли управлять, владеть, распоряжаться и хранить свои сбережения, а не то, как это делают банки, где, как кажется, наши деньги никогда не были нашими, так и принадлежат государству, ФРС или кому-то еще. Важно понять, что не все то золото, что блестит, и не все то, настоящая, реальная криптовалюта, что имеет код. Вот основные столпы правильных криптовалют. Первое. Они не требуют разрешения. Криптовалюту нельзя отнять, она не может быть заморожена и удалена. Второе. Она децентрализована. На нее нет влияния компаний, банков, государств и даже самих разработчиков. Третье. Она не требует доверия. Это математический алгоритм, все записано в коде, и это не вычеркнуть. Четвертое. Она прозрачна. Открытый исходный код для всех без исключений. Нет уровней доступа или закрытой информации для элит. Пятое. Она цензура устойчива. Ей может пользоваться абсолютно каждый, независимо от статуса, положения, цвета кожи, стороны проживания и тому подобное. Шестое. Она программируема. На этой базе можно создавать приложения и программы, и это может сделать абсолютно любой человек. Все, что не соответствует этим столпам, это не криптовалюта. Фиатные деньги, цифровые деньги, токены, стейблкоины, шиткоины, но не криптовалюта в ее начальном варианте, в котором она создавалась. Это очень важно понять. Нужно понимать, что биткоин, как, впрочем, эфириум, бинанс чейн, полкодот, солана, кардана, монера и многие другие блокчейны не ограничиваются финансовым сектором. В первую очередь, это открытый реестр транзакций, где транзакциями может выступать все, что угодно. От придуманных людьми деньгами, что, кстати, является отличной формой денег, до таких действий, на которых можно добавлять авторские права, а это музыка, фильмы, литература, картины. В принципе, в эту же технологию можно заключить и сам продукт. Таким образом, используя данные технологии, мы можем получить честные возможности для всех участников рынка. Но это еще не все. На эту цифровую среду можно добавить практически все. Здесь можно проводить честные голосования, заключать сделки, отслеживать товары, вести бухгалтерию, заключать любого объема и рода сделки, соглашения и даже хранить данные. Все, что может быть перенесено в цифровой формат, все это можно поставить на блокчейн. И разница между тем, что есть сейчас, и тем, что может быть перенесено в открытый реестр, лишь в том, что вам не нужно доверять третьим лицам, никаким посредникам, банкам, государствам, компаниям, вообще ни-ка-му. В этом и есть его уникальность. В этом и есть вся соль и весь сок блокчейна. И как я и сказал ранее, все это не требует доверия, так как находится на математическом алгоритме, пользуясь которым вы автоматически соглашаетесь соглашаетесь с теми столбами, условиями, которые упомянул выше. Теперь о том, что нам понятнее всего, и то, с чем чаще всего ассоциируют криптовалюту. Это финансовый сектор. Как вы поняли, это первое, но не единственное применение для криптовалют. Но давайте разберемся, что есть что, добавить все ненужное и оставить только важное. Как вы уже поняли, есть криптовалюты, они децентрализованы, они свободны, они программируемы, прозрачные, цензуроустойчивы и не требуют доверия. Но когда обыватели говорят о криптовалюте, в большинстве случаев все мешается в одни большие помои, где нет разделения на технологии, услуги, криптовалюту, шиткоины, токены и фиатные цифровые валюты. Давайте это разделять. Стоит разделить цифровые активы на несколько направлений, и это тоже важно, чтобы понимать финансовую составляющую, а не просто месить все в кучу. Итак, такие проекты, как OneCoin, Prism, Yumi, YODX, MMMCoin, BitConnect, BitcoinSV, BitcoinGold, BitcoinDiamond, это финансовые пирамиды и шиткоины, которые под видом инновации делают посредственные токены на чем-либо блокчейне, а то и вовсе без него, подстраивают под себя код и выпускают на рынок под соусом чего-то нового. Но все же это старая добрая замануха для лоха, который думает, что знает, что делает, но даже не представляет, как его вводят за нос. Это не криптовалюта. Libra, Euracoin, цифровой рубль, цифровой доллар, юань, это лишь токенизированные подконтрольные токены. То есть это лишь идея криптовалют, оберка для тех, кто не понимает, дабы отвести взгляд масс от действительно стоящих цифровых активов. Ими можно пользоваться, но не стоит ждать чего-то сверхъестественного. Это будут все те же контролируемые деньги, то, что и было до этого. Да, они будут быстрее, умнее, но они все так же не будут принадлежать вам. Вы уже поняли, что это не то, что вы думали. Сверяясь с нашими столпами, вы теперь понимаете, что та криптовалюта, о которой вы раньше думали, как о крипте, ей не является. Так что же есть криптовалюта? Это свобода от организаций и государств. Вам не нужно спрашивать разрешение у банка на отправку денег в другой конец земли или человеку, которого они не обслуживают. В этом мире вы сами контролируете свои финансы. Вы можете быть абсолютно анонимным участником. Вы можете быть тем, кем хотите, и никто не может у вас отнять ваши права. Это высокая степень защиты и личной ответственности, доступ к которой имеете только вы. Но в то же время все люди, майнеры и даже программы видят вас в блокчейн-сети. Но без вашего желания никто не будет знать, что это вы. В это трудно поверить и представить, но это так. Именно о такой криптовалюте и стоит говорить. Именно ее и стоит продвигать. Именно она имеет значение, а не то, что вы думали о ней до этого. Итак, что же такое деньги? С одной стороны, это вполне очевидный и в то же время философский вопрос. Если мы посмотрим на историю, то деньги не имеют как таковой физической формы. Это всегда человеческая форма общения, элемент договора между людьми. То есть, по факту, денег в природе нет. Они есть только в головах людей. Когда один человек соглашается с условиями другого. Это и есть проявление финансов, активов в людском мире. В качестве денег может выступать бартер, ракушки, камни, драгоценные камни, различные металлы, бумага, цифры в компьютере и даже услуги. В отличие от всего этого, блокчейн-активы имеют ряд как преимуществ, так и недостатков. Чтобы быть честным, давайте коротко разберем их в сравнении с другими. Криптовалюты подразумевают личную ответственность. При работе с блокчейн-технологиями вам нужно хранить ключи доступа, потратить время на изучение. И в случае, если вы по ошибке отправите средства не на тот адрес, вам никто их не вернет. Так как вы даже не будете знать, кому отправили. Возможно, этого адреса даже не будет существовать. И вам придется с этим жить. Проще говоря, если вы хотите иметь доступ к своим деньгам, вам нужно думать головой и быть внимательными. Если вы не готовы к этой свободе и ответственности, то вам не стоит лезть в криптовалютный мир. Вам достаточно иметь банковский счет. Это важный вопрос, который возникает у тех, кто хоть как-то худо-бедно знаком с криптовалютой и конспирологией. Конечно, в адекватном ее понимании. Здесь я соглашусь, да, чипизация может быть на блокчейне. Тогда каждое наше действие будет отслеживаться, и оно будет занесено в реестр, где можно будет знать все о наших передвижениях, операциях, связях, вплоть до разговоров и тем, что вы делаете в одиночестве. Но стоит сделать пометку, это можно реализовать только с нашего глупого, молчаливого разрешения и непонимания, неиспользования альтернатив. Для этого и создано данное видео, чтобы вы понимали то, что вам, нам, тебе и мне не нужны посредники в виде банков, корпораций и правительств, чтобы обмениваться друг с другом активами и товарами на разных условиях, соблюдать при этом честность и анонимность ровно до того момента, насколько мы лично этого хотим. Все вы, скорее всего, знаете пример с ножом, который может быть применен как во благо, так и во вред. Как применять криптовалюту решать нам, а не чиновникам и транскорпорациям. Ведь люди уже до этого приняли неподтвержденные ничем, кроме обещаний бумагу. В данной ситуации все в наших руках, все зависит от нашего решения. Следующая вещь, которая часто приводит в качестве негативной окраски для криптовалюты, это их добыча. Чаще всего это касается биткоин и эфир майнинга, которые происходят путем вычислений компьютеров по всему миру, что дает пищу для таких мыслей, что криптовалюта нагревает планету. Так, смотрите. Да, биткоин сейчас это большая майнинг-машина, которая потребляет огромное количество энергии. И да, выдает неплохой такой теплообмен. Но есть важные три момента. Есть более активные виды теплогенерации, такие как автомобили, разного рода заводы и производство. Уже есть блокчейн и добыча криптовалют, которая не нуждается в физическом оборудовании. Это постмайнинг или иначе программируемый майнинг. Все вычисления происходят в сети, благодаря все тем же доработанным математическим алгоритмам. Эту энергию можно получать альтернативным способом. Это ветровая, солнечная, волновая и даже атомная энергетика. Ряд компаний уже начали применять этот подход, так что в этом плане все идет по хорошему сценарию и будет только лучше. Теперь давайте о преимуществах. Важные вопросы, которые отличают деньги от других, это то, чем они должны быть. Нужно задать вопрос, что делает деньги деньгами и в чем преимущество криптовалют перед другими формами денежной системы. Давайте схематически представим такую картинку, где возьмем за основу три валюты. Биткоин, золото и фиатную валюту, привычную нам. У валют выделяют в среднем 8 средств применения. Вот они. Прочность, мобильность, взаимозаименяемость, подтверждаемость, делимость, дефицитность, сложившаяся история и устойчивость к цензуре. Как мы видим, биткоин превосходит золото и фиатные валюты практически во всем, за исключением истории. Но сами понимаете, это лишь дело времени. Ах да, тут еще стоит упомянуть, что биткоин не самая передовая криптовалюта, это лишь прототип. А современные технологии уходят все больше в защиту, использование и, конечно, возможность свободней и анонимней управлять своими активами. Итак, у блокчейна и криптовалют два мировых сценария будущего. Первый, цифровая диктатура, где каждый наш шаг, транзакции, любые действия будут отслеживаться. И второй, свобода, где каждый сам решает, кому отправлять деньги, с кем общаться и на какие темы общаться, свободно выражаться и расти вместе с технологиями. И здесь не идет речь про то, что я не буду выбирать. Даже ваше молчаливое согласие будет иметь решение, отмолчиваться не удастся. Поэтому, если вы изначально выбираете путь свободы, вам уже сейчас нужно понять, как это работает и начать применять эту технологию, рассказывать о ней, делиться, развиваться в сообществе. Только так мы можем прийти к открытому и свободному миру, где мы сами будем решать, что делать со своими активами и своей информацией. В этом и есть важная идея. Это и есть то самое отличительное преимущество перед тем, что было до этого. В этом и есть самая важная реализованная идея криптовалют. Если вы до сих пор не поняли, о чем идет речь, что в принципе не страшно, так как для многих эта информация достаточно новая и сложна, я оставлю в описании ссылки на ролики, которые помогут вам глубже понять всю инновационность как технологии, так и финансовые инструменты под названием криптовалюты. Ссылок будет достаточно, но очень прошу перед тем, как писать негативный отзыв или статью, изучите этот вопрос. Продолжение следует...